Самолётик в Сан-Пауло. Тут тоже еду на дорожке эскалатора. Ищу кофе за доллар. Сказали, что здесь можно найти. Имеется ввиду, что за доллары. Потому что они не принимают здесь доллары только в своих купюрах. Попытать свое участие здесь в Панеттоне. Я уже говорила, что вчера вынуждена была купить лоток. Потому что потеряла кофту. В аэропорту Доха было холодно. Там работали кондиционеры. В этом аэропорту не работают кондиционеры. Здесь жара 33 градуса. Опять-таки, меня это минимум 10 долларов. У меня меньше. Поэтому кофе я не попью. Здесь только спиртные напитки продаются в Дьюти Фри. Ни водички, ни чего другого. Бразийские сувениры. Ну ничего, у меня не долго ждать самолёт. А на катарской авиалине меня накормили очень хорошо. Даже с собой шоколадок дали. Сейчас подошла в Дьюти Фри. Посмотрела ценник на воду. От 10 долларов маленький тюбик воды. Посчитайте на рубли. Если 100 рублей стоит 1 доллар. Вот что происходит. Если я в КФС в Москве 3 раза обедала по 400 рублей, то 3 раза обедав в ДОХе не обошлось. Сейчас скажу. 10 долларов. Умножить на 100. То есть в аэропорту Шереметьево получилась порция 400 рублей кофе и твистер и картошка фри. А здесь получилось 1000 рублей. Такая порция. Когда у тебя экономный билет, ты должен ждать столько много времени пересадки. Ты эти же деньги, которые экономил, дотрачиваешь вот именно на нужды пообедать. А такую ручную кладь, как у Победы, зачастую приходится добавлять тоже деньги, чтобы оплатить больше провоз багажа. Несмотря на свою небогатость, странный аэропорт прекрасный. Мне понравился. Маленький, уютненький. Тут мне недолго ждать рейса. Время быстро прилетит. И лететь осталось немножко. Ну что, будем готовиться к полету. Ребята, здесь еще интернет ограничен. Два часа только. Закончил с временем. Как дурак без интернета. Вот обменник. Вот там обменивают только минималка десять долларов. Ребята, ну Сан-Паула у меня закончились и деньги, и интернет. В общем, все. Пришло к логическому завершению. И заканчивается мой полет. А вот команда футболистов Франции. Играла с Бразилией. Сейчас поедут домой. Будем готовить уже. Мы будем готовить наш выход. Прибыл наш самолет. Прибыл наш самолет. Несказанное везение. Под конец полета не пришли два человека. Можно даже полежать. Находчивая переломка. Вот принесли фруктики, пирожок, кофе и шоколад. Я встретила русских друзей. И вот они проходят контроль. Мой чемодан сразу же нашелся. Какое счастье. Люди, меня иду встретил. Ура! Все, мы уже идем на такси. Пойдем, пойдем. Так-то вот, ребята, прилетело. Ветерочек такой приятный. Прохладненько. Это два часа меня ждет. Да, я немножечко запоздала. Полет прошел успешно. Всем благодарны, кто был со мной. А дома меня ждет тортик. Как мило. Как мило. В кого и позалем землю? П Rakим. 澤но ущет к нему. Поп durumга. Всё.